Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «Местное самоуправление». Вы хотите знать, чем занимаются чебоксарские депутаты и как работает столичное правительство? Тогда не переключайтесь. Об этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Уйти в подполье. Подвалы и цоколи становятся привлекательны для арендаторов. Когда минус дает плюс или льготы для социально значимого бизнеса. Рецепты красоты и здоровья в масштабах целого города. Чебоксары перенимают международный опыт. Наступила осень, а значит закончились каникулы. Причем не только у школьников, но и у городских депутатов. Конечно, летний период каникулами у народных избранников назвать можно только условно. Тем не менее, 24 сентября у представителей городского собрания начнутся рабочие будни. В этот день депутаты соберутся на заседание. После летнего перерыва оно станет первым, а вот в истории Чебоксарского городского собрания пятого созыва – 31-м. Идет серьезная организационная подготовка. Практически ежедневно заседают постоянные комиссии. В повестке дня десятки пунктов – от благоустройства города до территориального самоуправления. Однако первым в списке стоит вопрос, который так или иначе касается всех чебоксарцев. Бюджет города, который, кстати, значительно подрос. В соответствии с предложенным проектом, бюджет города Чебоксары на 2013 год увеличивается под доходом. На 301 миллион 492,6 тысяч рублей. Это достигается за счет прогнозированных дополнительных поступлений налогов и налоговых доходов. В сумме 139 миллионов 486,1 тысяч рублей. И за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджета других уровней в сальдированной сумме на 162,6 тысяч рублей. В этих 162 миллионов сразу скажу, что 144 нам республиканский бюджет дал на строительство садиков, детских дошкольных учреждений. Повлиять на суммы поступивших средств в бюджет напрямую депутаты уже не могут. Зато есть возможность внести в него изменения и выйти с предложениями, как эффективнее потратить средства. Ну а куда вложить деньги найдется всегда. Кстати, расходов у города очень много. К примеру, в новых микрорайонах не хватает образовательных учреждений. А некоторые до сих пор стоят в очереди на ремонт. На сегодняшний день главой администрации было дано нам поручение подготовить не хаотичный, а четкий план на следующие три года. Но, безусловно, с акцентом на 2014 год. О планировании и капитальных вложений, аварийности зданий. Следующий вопрос, самый острый стоит, это уже образование школы и микрорайон Гладково. Богданка, который предполагает, и уже заселение большого количества людей на Гладково. Катастрофически не хватает образовательного учреждения. И центр. Кроме того, потратить больше, чем в прошлом году планируется на жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы в этой сфере увеличиваются почти на 137 миллионов. Направить дополнительные средства предлагается на благоустройство, капитальный ремонт отдельных домов, замену так называемых бойлеров и другие расходы. Дополнительные деньги в Чебоксарскую казну приносят имущество, которое город сдает в аренду. Однако далеко не за всеми помещениями арендаторы выстраиваются в очередь. К примеру, популярностью не пользуются подвалы и цокольные этажи. Как сделать так, чтобы и эти объекты заинтересовали арендаторов? И еще одна тема предстоящего заседания. Как вариант, рассматривается следующий способ. Временный хозяин помещение капитально ремонтирует и, соответственно, размещается там с комфортом. А стоимость ремонтных работ ему зачитывают в качестве арендной платы. Правда, здесь есть свои нюансы. Сумма зачета составляет 80% от размера годовой арендной платы по договору. В этом случае арендатор обязан обеспечить поступление арендной платы в порядке и сроке, указанной в договоре аренды, в размере равной 20% от лежащей перечислению размера арендной платы в срок. В случае, если сумма затрат арендатора на производство капитального ремонта превышает 80% от размера годовой арендной платы по договору аренды объекта, зачет данных затрат производится и в следующих за очередным финансовых годах. Я считаю, что это разумно, коллеги, что это надо поддержать, а то у нас есть много подвалов, которые никто не хочет в них вкладываться, потому что слишком много, а тут какая-то будет компенсация, и они начнут арендовать эти подвалы. Те, на кого эта инициатива направлена, то есть сами предприниматели идею также поддерживают. Эти помещения годами не используются, и мало того, что они, так сказать, не работают и не приносят пользы для города, они являются еще обременением, так как требуют финансовых затрат на их содержание. Конечно, подвальные и цокольные помещения не лучший вариант для предпринимателя, потому что в городе Чебоксары неплохо развит арендный рынок и много различных предложений по аренде. Но в качестве аргументов за подвальные помещения является их низкая стоимость. Но этого недостаточно, к сожалению, так как они требуют финансовых вложений, затрат, и нет никаких гарантий, что данный ремонт окупится. Мы считаем, что данное положение приведет к тому, что предприниматели охотнее будут брать эти помещения в аренду. Такая практика уже существует в некоторых регионах Российской Федерации. Более того, гражданским кондексом предусмотрен зачет стоимости капитальных вложений в ремонт в счет арендной платы. Мы долго ждали и этого документа, потому что он является очень сильной стимулирующей поддержкой, я говорю, от лица руководителей малого и среднего бизнеса. И эти же деньги, которые мы потратили бы за аренду помещений, которые мы арендуем у города Чебоксара, мы можем потратить на улучшение условий, на улучшение благоустройства, а также внешнего вида нашего офиса, что будут для нас дополнительными условиями для привлечения наших клиентов. Кстати, арендовать подвальные и цокольные помещения у города и сейчас недорого. Цена от 20 рублей за квадратный метр. Так или иначе, привлекательность совсем не привлекательных на первый взгляд помещений депутаты планируют повысить. Время покажет. Если это не поможет, давайте еще что-то сделаем. Это то, что касается подвалов и цокольных этажей. Впрочем, после 31 заседания собрания депутатов арендовать станет выгоднее некоторые другие помещения. Нехватку детских садов в нашей стране обсуждают на самых разных уровнях уже несколько лет. Отчасти решить проблему помогают частники. В Чебоксарах уже пять лицензированных дошкольных образовательных учреждений, которые открылись по инициативе предпринимателей, а не государства. Только вот воспитывать детей в плане прибыли совсем не так выгодно, как, к примеру, открыть магазин или кафе. И скидку на данные обстоятельства никто не делает. Платить за аренду помещений тем, кто занимается социально значимым делом, приходится на одних и тех же условиях, исходя из рыночной стоимости. Так, аренда здания площадью примерно в 2000 квадратных метров директору частного детского сада «Океан детства» выливается в море денег. Мы обслуживаем 150 мест. У нас численность дошкольников 150 и даже бывает больше. С учетом группы кратковременных пребывания, адаптации и так далее. На сегодняшний день у нас договор можно назвать кабальный, потому что цена составляет 250 тысяч в месяц. Эта цена определена как рыночная стоимость по оценке независимой экспертизы. Помимо этого, договором предусмотрен капитальный ремонт здания, коммунальные платежи полностью, соответствие содержания, охрана, уборка территории. Все это ложится на наши плечи. Конечно, это очень затратные статьи, которые мы вынуждены возлагать на плечи родителей наших учеников. Впрочем, в ближайшее время ситуация может измениться. Чтобы поддержать частный образовательный дошкольный сектор, предполагается установить к размеру аренды платы специальный корректирующий коэффициент, равный 0,3. Другими словами, если такая мера будет принята, то вместо полной стоимости частники будут платить только 30%. Для того, чтобы работа по воспитанию детей производилась и осуществлялась частными инвесторами, для этого, конечно, надо предоставить возможность более дешевой аренды. Поэтому депутаты городского собрания сегодня думают о том, что да, мы должны применить какие-то льготные коэффициенты к арендной плате, чтобы тем желающим, кто хочет заниматься данным бизнесом, смогли сделать свой частный детский садик. Если такие шаги будут продолжаться и дальше, как снижение арендной платы, коммунальные платежи, поддержка образовательного стандарта, когда нам уже на сегодняшний день выделяют деньги на образовательную составляющую обучения детей в нашем учреждении. Соответственно, это, конечно же, позволит нам снижать стоимость обучения или как минимум не увеличивать ее, несмотря на инфляцию и рост тарифов на услуги различных организаций. Это позволит нам дополнительно открывать новые группы. Мы можем покупать игрушки, обновлять материально-техническую базу. То есть те деньги, которые планируются отдавать на аренду, мы могли бы направить, реинвестировать, что называется, в наш образовательный процесс. Ну а теперь о том, что нельзя не только арендовать, но и даже купить за любые деньги о здоровье. Причем в масштабах целого города. На юге России, в далеком Ставрополе, прошла международная конференция, которая так и называется – «Здоровые города». Чебоксары представляла председатель постоянной комиссии городского собрания по социальному развитию и экологии Ирина Клементьева. Подробнее о мероприятии из первых уст. Чебоксары в проекте «Здоровые города» работают уже давно, где-то более семи лет, а сам этот проект работает уже 17 лет. Я считаю, что Чебоксары правильно сделали, что вошли в данный проект, потому что на международной конференции обсуждались те вопросы, которые очень интересуют все столичные города, потому что проблемы в каждом городе, они, в принципе, одни и те же. Это вопросы, связанные с детскими садами, это благоустройство, это уборка мусора, все те насущные проблемы, которые касаются нас каждый день. Мы послушали те программы, которые, в общем-то, у нас в России совершаются. Были иностранные представители, они, в общем-то, предлагали те свои проекты, которые проводятся в их государствах. Поэтому все это нам пригодится. И, в общем-то, я думаю, что есть те позитивные вещи, которыми мы могли похвастаться, предложить для принятия. Ну и много было нового, что мы сами хотели бы принять, реализовать в городе Чебоксары. Наша столица смогла массовую зарядку организовать 28 250 человек, но и у них есть такие позитивные предложения, как зарядка, допустим, для пожилых граждан. Что дает программа «Здоровые города России»? В общем-то, мы результаты сегодня имеем. То, что у нас увеличилась продолжительность жизни, то, что у нас увеличилось количество рождаемости, у нас уменьшилась смертность. Это, в общем-то, самые главные положительные результаты. А раз у нас увеличилась продолжительность жизни, значит, наши пожилые граждане не должны сидеть только на диване и отдыхать. Их надо вовлекать точно так же в спорт, их надо вовлекать в благоустройство города. Все то, что с удовольствием могут делать наши пожилые граждане. Очень много было вопросов по экологии, потому что экология очень сильно отражается на здоровье населения. То, что меня поразило в Ставрополе, это то, что не только городская служба занимается озеленением, благоустройством, но именно предприятия, учреждения, различные, в общем-то, занимаются благоустройством, озеленением своих территорий. И вот этот опыт мы должны распространить на наше предприятие. На этом программа «Местное самоуправление» подходит к концу. До свидания.